Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Что делать, если мужчина предлагает жениться, но с условием, что ему нужен ребенок? У меня есть трое детей и больше не хочу соглашаться или нет на его предложение. Вообще, первый вопрос, который я хотел бы задать, это то, какой вы будете матери, если родить еще ребенка, несмотря на то, что его не хотите. То есть, такой, ну, такой, знаете, ребенок, ребенок через силу будет, да? Вот какой вы будете мастером? Сможете ли вы быть хорошим мастером для этого ребенка? Сможете ли вы любить его? Или вы будете чувствовать перед ним вину за то, что он родился, и ребенок будет, значит, расти под гнепом вот этой вот вашей вины? Вот. То есть, мне не очень понятно, вы не хотите больше рожать. Окей. Ну, типа, молча про. А вы говорите, что вот мне, чтобы выйти замуж, да, нужно родить. Так момент здесь какой, что если вы, как бы, ради замужества, получается, родить готовый. Так значит, ну, значит ли это, что не так сильно ребенку вы не хотите? Вот. То есть, определитесь со своими внутренними приоритетами, это первое. И второе, с чем нужно определиться, это с кем хотите ли вы выстраивать отношения на условиях. То есть, по сути, договорняк. Ты мне, я тебе. Вот. То есть, не кажется ли вам это, вот, ну, чем-то таким вот. Ну, то есть, как, как вам это? То, что вот, это так. Если вас устраивает, этот момент, если вам, ну, если вам нравится этот момент, если вы, ну, согласны вот с этим, с этим моментом. Ладно. Если вам это претит, ну, вот, претит просто. Просто претит. Претит, что, вот, мужчина, да, в котором у вас есть отношения, и так далее. предлагает вам условия такие, то, ну, не надо, наверное, тогда. То есть, вы ориентируетесь по себе. Это решение только вы можете принять, на самом деле, его, вот, за вас никто не примет. Ну, такие решения. Никто за вас. Никто за вас такие решения принимать не будет, тогда, было бы неправильно. Опять же. И дальше. И дальше. Вот вы говорите, посоветуйте. Понимаете, в чем штука? Штука в том, что не советуют психологи. психологи не дают советов. Вот. Психологи помогают человеку разобраться в себе, вот, но мы не даем советов. Понимаете? Какая штука. Вот. То есть, вы здесь, ну, на мой взгляд, делаете, делаете что? Вы на нас, на психологов, перекладываете ответственность за принятие своего решения, причем решения вот такого, знаете, достаточно серьезного. То есть, это создание пары, то есть, создание семьи, и это появление нового человека. я не думаю, что психологи могут вообще здесь давать какие-то советы. Потому что это ваша жизнь, потому что вам рожать, то есть, это будет происходить с вашим телом, вот, и вам потом этого ребенка воспитывать, вот, вам с этим ребенком по сути жить. И как психологи могут давать какие-то советы здесь? Нет, то, что мы можем сделать, то, что мы можем сделать для вас, мне кажется, это помочь вам себе разобраться. Помочь вам определиться с тем, чего вы хотите, какую проблему вы решаете, если решаете, ну, в этой вот, в этой, в этой ситуации. Вот. То есть, вот, как-то вот, в этом ключе больше разобраться, как-то в этом ключе больше помочь, помочь вам. Вот это, да, это можно было, это можно было бы сделать. но давать советы нет, это было бы неправильно. Не по отношению к вам, не по отношению к мужчине, не по отношению к вашим детям, у которых появится брат или, ну, брат или сестра. Вот. То есть, это, на мой взгляд, совершенно, вот, ну, совершенно некорректно. Вот. есть ли, есть ли, если вы в себе не уверены, если вы сомневаетесь, ну, есть вот, есть у вас, там, ну, ну, допустим, да, есть у вас, вот, какие-то, значит, ну, сомнения, да, вот, есть у вас сомнения, вот. Ну, давайте эти сомнения, давайте эти сомнения мы поисследуем. Вот. Давайте мы поработаем с этими сомнениями. Давайте мы посмотрим, ну, что это за сомнения. Давайте мы поисследуем эти сомнения. Давайте мы посмотрим на то, вот, чего вам хочется в этих, ну, вот, в этих сомнениях, да, то есть какую проблему вы решаете в этих сомнениях, давайте, вот это всё можно сделать. Это всё можно сделать, это всё решаемо, вот. Но только не давать советов каких-то. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, на мой взгляд, самым лучшим решением данного вопроса было бы вам вместе с мужчиной обратиться к психологу вдвоём и вдвоём же с психологом рассмотреть эту всю ситуацию. Какое значение для него имеет ребёнок, что он требует его от вас, даже несмотря на то, что вы уже рожали и больше не хотите, какое значение для вас имеет замужество, что вы готовы пойти на это замужество ради, ну, точнее, родив ребёнка и так далее, вот. И самое главное, подумав ли кто-нибудь вообще о ребёнке, каково ему будет жить, вот. Ну, по сути, выступая просто средством для достижения цели своих родителей, вот. Всего вам самого доброго, буду благодарен за обратную связь по умному ответу, который позволит вам начать над собой работу. Удачи!